Ну, скажи мне, когда ты начала учить себе русский язык, и как это идёт? Ну, когда я начинала, ну, давай, я думаю, это было 10 лет назад, может быть, я не знаю точно. Вначале я просто использовала Дуолинго и попробовала учить сама, ну, сама? Нет. Иногда я перепутаю между шведским и русским, ну, извини. Всё равно я вначале, у меня не был курс, и поэтому это было очень трудно учить русский язык одна. Я думаю, надо вначале, надо делать это с кем-то, одна, это очень трудно, или для меня. И так я начинала учить с учительницей, и это было очень много теорий. Я не знаю, если это было очень эффективно, я медленно учила, если честно. Много мы делали всё время что-то с грамматикой, и не знаю, для меня было важно говорить. И поэтому 5 или 6 лет назад я решила начинать уроки на italki. И я всегда делаю, или сейчас я долго не учила, может быть, месяц, но обычно, когда я не переезжу, я делаю один раз в неделю урок, и это просто один час говорит. И, конечно, мы делаем иногда некоторые упражнения, но это может быть 10 минут, но мы делаем, может быть, тоже аудирование, но 30 минут минимум мы говорим. И это для меня, что мне надо, потому что я не хочу, не знаю, работать по-русски, или, не знаю, но я, например, два года назад я тоже читала мою первую книгу по-русски. Это мне очень много помогло, потому что я читала каждый день страницу. Это была книга о продуктивности, я уже говорила, что мне это очень интересно, и это называется «Мой продуктивный год». И это было очень интересно, потому что я вначале думала, я никогда не буду читать книгу по-русски, это слишком сложно. Но если ты делаешь каждый день чуть-чуть, может, 5 минут, 10 минут, страницу даже, не надо тоже всё понимать. Если ты всё 80% понимаешь, с контекстом ты можешь всё понимать. Поэтому, да, это было очень хорошо, но это тоже уже два года назад. И я заметила, что мой русский уровень был лучше, конечно, сейчас, потому что я переехала, и сейчас мне надо говорить лучше по-французски, у меня тоже швейцер-додж. Я, да, я не очень делаю, не очень много делаю с русским, но я, конечно, не хочу всё забыть, поэтому буду снова начинать с этими уроками раз в неделю, да. Но мой уровень, да, для меня хватает, просто я не хочу слишком много забыть. Да, да, ну, твой уровень всё равно очень хороший, ну, может быть, B1, B2, ну, B2, может быть, B1, да. Да. Какие ресурсы ты используешь, чтобы прокачать свой уровень русского языка? Ты сказала, что русский с Максом, это канал, который ты часто слушаешь. Что ещё? Есть ещё каналы? Да, Russian Progress, я думаю, знаешь, у него есть тоже подкаст-формат, это мне очень нравится, потому что, когда, может быть, я делаю покупки или что-то, когда руки свободны, но... А, нет, руки, руки не свободны, но... Да. Но, когда мне не надо много думать, но надо что-то делать, например, да, делать покупки или уборку, можно это слышать, и это очень полезно, очень много помогает, и он тоже говорит о путешествии, и, не знаю, много вещей. Он очень тоже хороший, да. Да. Окей, спасибо, я буду, я о нём никогда не слышал, буду... У него есть тоже YouTube-канал и подкаст. Russian Progress называется, очень хороший. Окей, Russian Progress, я буду...